Здравствуйте! В эфире День в истории Абхазии. Мы представим вашему вниманию информацию о событиях, произошедших в день 7 марта в нашей истории. 7 марта 1927 года Четвертым съездом Советов Абхазии была окончательно утверждена Вторая Конституция Абхазии, которая закрепила суверенные права СССР Абхазии и договорные отношения между государствами Абхазии и Грузии. 7 марта 1994 года третий раунд грузино-абхазских переговоров был продолжен в Нью-Йорке. Сторонами и участниками встречи были согласованы текст совместного политического заявления и четырехстороннее соглашение о возвращении беженцев и перемещенных лиц. Спорным оставался лишь один пункт – соглашение о беженцах. Позиция абхазской стороны в отношении беженцев, участвовавших в войне, была однозначной. Они представляют угрозу безопасности Абхазии, а значит ни о каком их возвращении не может быть и речи. Эта точка зрения была поддержана представителями ООН, СБСЕ и российской стороной. Грузинская же делегация с этим не соглашалась. Шел поиск взаимоприемлемых формулировок. Владислав Григорьевич, при всем при том, хотя вот эти конструкции были, он сомневался. Он несет ответственность перед народом. И поэтому он поймал меня, еще в Нью-Йорке. Сократ был, Станислав Лакоба был, еще кто-то, не помню, был. И говорит, вот сейчас сядь и объясни, что ты хочешь сделать вот этим документом. Нам надо было подписать такие документы, которые будут, ну если так можно сказать, освящены ООН. Мы не могли сказать, что мы против возвращения беженцев и перемещенных лиц. И вот здесь тоже нам пришлось хитрить, почему появилась фраза «беженцы и перемещенные лица». Они считали так, что вот беженцы это те, которые в Москве живут, там или в Греции. Мы же исходили из другого, что беженцы они все, а перемещенные вот были у нас тоже из-за Чемчирского района в Гагры поехали. Вот для нас, для нас они были перемещены. То есть каждый считал, как хочет, но по крайней мере окончательного решения не могло быть. В этот же день, 7 марта 1994 года, президент Абхазии Владислав Ардзенба в Нью-Йорке дал интервью радиостанции «Свобода». Отвечая на вопрос, как будут строиться взаимоотношения между Грузией и Абхазией, отметил, что первый путь – это восстановление государственной независимости Абхазии, так как согласно Конституции 1925 года Абхазия – суверенное государство. И второе – восстановление межгосударственных отношений между двумя странами при условии, что это равноправные субъекты, а не митрополия и колония. 7 марта 2002 года представители интеллигенции Абхазии написали письмо Владимиру Путину и руководству Государственной Думы Российской Федерации с просьбой поддержать идею установления между Россией и Абхазией ассоциированных отношений. В нем отмечалось, что Грузия рассчитывает на военную поддержку США и других стран НАТО. При этом из уст высокопоставленных лиц Российской Федерации часто раздаются слова о территориальной целостности Грузии. Между тем, Абхазия не имеет никакого отношения к территориальной целостности Грузии, подчеркнули авторы обращения. 6-7 марта 2003 года в Сочи состоялась трехсторонняя встреча с участием президента в России, Грузии и премьер-министром Абхазии Геннадием Гагулия. На ней было принято решение рассмотреть на уровне экспертных групп вопрос об открытии железнодорожного сообщения Сочи-Тбилиси и модернизации каскада Ингурской ГЭС. 7 марта 2008 года Народное собрание Парламент Республики Абхазия принял обращение к Совету Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации о признании государственной независимости Республики Абхазия. Парламент Республики Абхазия отмечает, что процесс становления независимого демократического государства Абхазии и достижения ее международного признания необратим. Обретение государственной независимости Абхазии имеет глубокие и объективные исторические предпосылки и является политическим выражением достигнутого уровня национальной консолидации, социально-экономического и культурного развития Абхазской нации. Возможность дальнейшего развития, максимального удовлетворения своих нужд и стратегического обеспечения национальной безопасности народ Абхазии видит лишь в условиях независимого государства. Парламент и народ Республики Абхазии высоко ценят роль России как главного гаранта мира и безопасности в регионе, выражают глубокую признательность ей за одностороннюю отменю торгово-экономических и других санкций против Республики Абхазии. 7 марта 1893 года родился Эфрем Эшба, советский и абхазский государственный деятель, активный участник революционных событий в России и Закавказье. Эфрем Эшба из дворянского рода блестяще окончил Сухумскую горскую школу, затем Тифлийскую гимназию и стал студентом юридического факультета Московского университета. В апреле 1918 года Эшба избирают председателем военно-революционного комитета Сухумского округа. В связи с тяжелым положением в Абхазии обращался к Ленину за помощью. После падения советской власти работает в Краснодаре комиссаром по горским делам и в это время он встречался с Лениным. В октябре 1920 года с ответственным поручением Эфрем Эшба совместно с Лакоба и Налы по домене выезжают в Турцию. После победы советской власти в Абхазии Эшба возвращается домой и его избирают председателем ЦИК Абхазии. В конце 1922 года Эшбу назначили министром юстиции Грузии, затем отправляют на учебу в Москву в Институт Красной Профессуры. Эфрем Эшба работал в Наркомате внешней торговли в Лондоне в Торгпредстве, в 1926 году секретарем Бюро партии в Чечне. А за выступление против раскола в рядах партии исключают из партии, но в 1928 восстанавливают и направляют в распоряжение Наркомторга. Последние пять лет до ареста Эфрем Эшба работал на ответственных должностях в Наркомвнешторге. В сфабрикованных делах против Эшба записано, что он якобы являлся активным участником троцкистской организации, вел шпионскую работу по заданию английской разведки, пытался осуществить теракты против руководства страны. 15 апреля 1939 года приговорен к расстрелу и на следующий день приговор был приведен в исполнение. Реабилитирован в 1956. 7 марта 1930 года родился Георгий Граматикопула, мастер спорта СССР по футболу. Наиболее яркими страницами его спортивной биографии стали выступления за «Динамо Киев» в составе знаменитой команды, где блистали Зазроев, Лобановский, Серебряков, Каневский, почти весь состав первой сборной СССР. В матче с бразильской командой Васко де Гамо ему пришлось играть против знаменитого Сантоса. В 1961 году «Динамо Сухом» впервые стала играть в первенстве СССР среди команд мастеров класса «Б», а Граматикопула играл за «Динамо Тбилиси». По просьбе абхазского правительства он вернулся в свою команду. Закончив играть, Граматикопула был старшим тренером до 1989 года. А сейчас о некоторых событиях, произошедших 7 марта в мировой истории. 7 марта 1876 года – день рождения телефона. Александр Белл запатентовал изобретенный им телефонный аппарат. 7 марта 1912 года Амундсен известил мир об открытии им Южного полюса. 7 марта 1960 года в СССР сформирован первый отряд космонавтов. И в заключении выпуска информация о погоде. За последние 10 лет, в день 7 марта, самая высокая температура была зафиксирована в 2009 году. Это плюс 16 градусов. Самая же низкая температура в 2012 году – это плюс 1 градус. Это вся информация на сегодня. Всего доброго. Увидимся завтра на канале Абаза ТВ. Субтитры подогнал «Симон»!